Тестирование, тестирую, точнее автоматизирую все подряд. И десктоп, и веб, и протоколы, и протоколы было дело. Сегодня я хотел бы вам всем рассказать про тест автомейшн, что на выходе. Ну это такая завлекательная, завлекательная тайтл. На самом-то деле о том, что конкретно после того, как автомейшн прошел, что мы будем получать на выходе. Что такое классическая структурка или классическая схемка? Есть у нас какой-то там тестовый вход, есть какая-то система, которая тестируется, ну и на выходе есть какие-то тестовые результаты. Вполне классично, вполне понятно, ничего такого интересного. Иногда всю эту схемку чуть-чуть сложнее представляет. Когда у нас есть входные данные и какие-то тест-скрипты или инструкции, есть система, которую мы тестируем, есть output data, потом мы будем сравнивать expected с output и получать какой-то уже результат. В таком случае на выходе у нас уже есть и output data, ну и report. Еще сложнее, всю ту же самую структуру представляет иногда вот так вот. Есть вход, есть какая-то precondition данные для системы, есть само состояние environment, потому что наши программы могут быть разными, системы разными, можем мы менять и environment статус, так же самое и в самой программе может быть какое-то стартовое состояние. Все это дело пушается на system under test, и потом на выходе что мы должны получить или можем получить? Тестовые результаты, пост-кондишн данные, изменения в самом environment, ну и какой-то end-state программы. Казалось бы, что тест-результаты только один output, но на самом-то деле вот все, все, что у нас есть на выходе, это все test automation output. Теперь попробуем рассмотреть с точки зрения, кто будет смотреть на этот тест automation output. Есть автоматизаторы. Это те люди, которые пишут скрипты или пишут фреймарк автомейшена, запускают его каждый день, дебажат, добавляют туда, что-то убавляют. Вот им вот в этом вот аутпуте все, что надо, так это джетализированный текстовый лох, они потом по этому текстовому логу могут все понять и все достать. Ну, если что-то пошло не так, тогда нужен еще стек-трейс с ошибкой. Они тоже по этому стек-трейсу спокойненько все достанут. Кроме того, есть команда тестирования. Эти люди, они точно знают, что такое система, как ее тестировали, как ее тестируют прямо сейчас вручную. Они должны уметь по отчету automation воспроизвести проблему, если есть такая проблема. Или убедиться, что automation выполняет именно те шаги, которые он должен выполнять, что ничего не пропущено, все тестируется. Программисты, они написали эту систему, но они понятия не имеют, какие именно тесты и как ее тестируют. Им надо более такой, чуть-чуть более high-level overview, для того, чтобы понять, вот есть степы. Им нужно более точно знать, какие данные вводились, на каком шаге. Кроме того, очень часто бывает, что есть разница между QA-environment и Dev-environment. Если программист у себя все работает, а у QA не работает, надо просто по одному тест-отчету спокойно пойти на QA-environment и там уже попробовать зарепродюсить, посмотреть, как оно будет работать или не будет работать. Ну и последнее, ну на самом деле, наверное, самое важное. У нас есть заказчики, есть QA-менеджер или QA-директор. Вот прошел какой-то большой-большой запуск automation, что-то тестировалось, что-то запускалось, надо какой-то такой overview статус, тем более, что QA-менеджеры очень любят красивые картинки, диаграммки, графики. И в принципе, вот каждый из вот этих вот участников или тех, кто будет смотреть и читать отчет автоматизации, ну или атом, репорт, должен из этого отчета получить именно ту информацию, которую он хочет. Попробуем перейти и посмотреть, какими что-то качествами должен обладать хороший репорт для того, чтобы всех удовлетворить. В первую очередь он должен быть понятным. Потому что непонятно, ну, независимо от того, кто его будет смотреть, кто его будет читать, когда его будет смотреть и когда его будет читать, все равно он должен быть понятным и простым, как можно, если это возможно. Конечно, он должен быть детализированным. Все детали, включая все, что там выполнялось, все шаги, должны быть там структурированным. Но в наше время люди читают отчеты намного быстрее, точнее, нажимают на кнопочку пейдждаун намного быстрее, чем они успевают прочитать ту информацию, которая есть на экране. Если правильно использовать структуру, правильно разбивать информацию на блоки, правильно ее отображать от общего к деталям, это все будет намного проще для воспринятия этого. Богатым. Без скриншотов нормального отчета теперь не существует. Ну, разве что вы тестируете какие-то протоколы или вы тестируете какой-то там API, тогда, конечно, скриншотов не будет. Но скриншоты, диаграммки, графики – это то, что the must. Summary. Все, конечно, хорошо, но для QA-менеджеров, помните, с предыдущего слайда. Им нужно общее состояние, сколько у нас всего тестов прошло, сколько всего фейлов. А мы можем вот прямо сейчас идти в продакшн? Или вот тех вот три фейла, которые есть, они критикалы и важные. Вот это тоже нужно. Ну и кроме того, теперь с точки зрения чуть больше автоматизатора, нам не надо менять тест-репорт, если бы у нас стало больше тест-кейсов. Ну, точнее, мы сильно бы не хотели. Потому он должен быть скейлабл. Если сегодня у нас 10 тест-кейсов, завтра 100, а послезавтра 1000, отчет должен все равно быть способен нормально и правильно все отобразить. Так же самое он должен быть иногда и компактным, хотя это так, чуть-чуть контрадиктив к детейлу. Потому что чем более детали вы хотите всунуть в отчет, тем больше размер он будет занимать. А иногда есть там ограничения, то есть отчет ты уже не сможешь послать по почте банально. Если бы он сразу же сходу был красивым и готовым, скопипастили, отправили. Или просто вообще отправили ссылку на веб-страничку, где есть весь отчет. И без всяких проблем. Ну, и Tool Independent тоже было бы очень кстати, потому что если прямо сейчас мы тестируем веб и у нас Java, а через два месяца мы уже тестируем что-то другое, там другой язык программирования, другой отчет, другие форматы, лучше было бы, если бы это все было вот какое-то одно, большое, красивое. Но эти все требования к отчету, они такие абстрактные. А если попробовать более прагматично подойти к этому и спросить, вот каким должен быть отчет? Что значит структурированный? Это значит, что в отчете должно быть точно тест-сьюты, тест-кейсы, тест-степы. Вот они должны быть красиво и разбиваться друг на друга. Если вас интересуют детали только какого-то одного модуля, ну, то есть там, и только один модуль вы будете смотреть. Так же самое очень полезно бывают фильтры по результатам. Если у вас всего тысяча тест-кейсов, и из них не работает 15, никто не хочет скроллить, где вот этот вот первый фейл, для того, чтобы посмотреть его детали. Если можно посмотреть только фейл или там только какие-то другие, очень было бы неплохо. Summarized, это я уже чуть-чуть рассказывал, high-level overview, меньше времени, чтобы понять в общее состояние. Но, кроме того, summary pair feature, иногда бывает у нас отдельно модули, отдельно компоненты. Они могут пересекаться, или отдельно там фичи, отдельно там что-то еще. Если у нас сложная структура, где есть 10 компонентов, а протестировать какой-то один невозможно. Мы тестируем там связку из четырех. Но на самом-то деле нас интересуют только результаты, где будет касаться вот этот один модуль, потому что только он поменялся. Очень неплохо было бы иметь возможность их отфильтровать все остальные. Скриншоты – это хорошо, но кроме скриншотов бывает еще куча остальной дополнительной информации. Например, конфигурация системы, просто какой-то аттачмент. Если в каком-то тест-кейсе банальном регистрация пользователя, пользователь присылается имейл, спасибо за регистрацию, и тест-кейс тестирует регистрацию, то что бы этот имейл как-то не сохранить и не добавить в отчет? А потом, если захотите, посмотрите его в деталях, не захотите – не смотрите. Детализация – все входящие данные в обязательном порядке. Все действия и все expected и actual results. Я видел отчеты, где написано – actual result doesn't match expected. Точка. И написано было непонятно когда, непонятно кем, и теперь иди разбирайся в код, а какой был expected, а какой actual. И скриншот после такой записи. Если у вас уже, если уже есть запись, что expected does not match actual, должно быть, expected у нас такое-то значение, actual – вот такое. Вот снизу скриншот, иди потом на скриншоте разбирайся, где у нас actual конкретно, и какой у нас должен был быть expected. Ну и было бы полезно, кроме того, хранить, сколько времени мы тратим на запуск какого-то одного из кейса, или одного из сьюта. Со временем, если эта информация накапливается, можно будет потом посмотреть, сказать, ой, знаете, мы не успеваем сегодня зарелизить, если получим билд только в обед, потому что наш автоматчик занимает 8 часов. Если получаем его в 12, запускаем автотесты, то релиз только в 8 вечера, а уже никого нет в офисе. Хотите сегодня релиз? Мы должны получить этот билд от девелоперов не позже, чем 10 утра. Ну, easy to create – это extra time и так дальше, и так дальше. Больше всего времени мы тратим не на написание отчетов, а на читание отчетов. И что может быть хуже в отчете, это когда в нем есть какие-то ошибки или неточности, или всякие и всячие. По моему опыту, все эти ошибки в отчетах можно поделить на три большие группы. Первое – это когда отчет ошибочно говорит, что есть ошибка, ну или фейл. Причем бывают три разных причины фейла. Изменения в каком-то тестовом инвайрменте, именно потому в отчете обязательно должно быть, где конкретно что выполнялось. Если это веб, то должен быть сервер, браузер, ОС и так дальше. Application changes – это если наша система, в которой мы это сервер поменялось, была кнопочка одна, теперь стала эта кнопочка по-другому называться, и автотесты ее не нашли, не смог нажать. И ошибки в самих тестах тоже бывают, когда просто неправильно какой-то знак сравнения поставили в тестах. Потому что автоматизаторы – это тоже люди, они тоже ошибаются. False success – один из самых противных типов ошибки, когда отчет говорит «все окей», а на самом-то деле там где-то есть ошибка, ну в системе, в которой мы тестируем, есть ошибка. Больше всего времени именно на вот такие, больше всего усилий нужно применять, чтобы избежать false success. Потому что мы интуитивно не просматриваем результаты тех тестов, которые успешны. А зачем их смотреть, он и так зелененький, он и так пропасился. Бывают две причины. Первый – это тест-дефект, когда аналогично с тест-эрором мы ошибочно что-то не проверили, а второй – это когда миссы террора его назвал. Есть какая-то ошибка в системе, а автотест не проверяет на наличие этой ошибки. Ну вот окошко есть, там какой-то экспертный результат на этом окошке появился, проверили на экспертный результат и пошли дальше. А проверки на то, что нету ошибки, нету, и в таком случае только нормальный скриншот поможет нам там понять, что ой, а на этой вот страничке не должно быть еще одного сообщения с ошибкой. Дубликейт фейлорс – это третий тип возможных проблем. Это когда у нас одно и то же самое сообщение, оно, ну, есть одна проверка, в каком-то одном диалоге. Тысяча тест-кейсов, из них 200 проходят через этот диалог, и каждый раз проверяется, например, тайтл, и в этом тайтле – опечатка. И в итоге у нас есть 200 эроров. Хотя на самом-то деле это одна ошибка, это один дефект. Было бы классно, если бы мы могли вот этот вот один дефект как-то вот выделить из всех 200. Это позволит намного правильнее, намного корректнее понимать общее состояние системы, что у нас не 200 фейлот-тест-кейсов. У нас одна ошибка, которая привела ко всем остальным фейлот. Еще один бывает, ну, это, конечно, плохая практика писать тесты, которые зависят друг от друга, но иногда такое и получается. Тогда, если у нас есть один тест-кейс зафейлот, он за собой сразу же тянет кучу остальных. Правильнее и проще, и корректнее не писать зависимые тест-кейсы, но если такого не получается, надо просто хотя бы как-то эту зависимость где-то указывать в отчете. Или просто те, которые зависимые тест-кейсы, и говорить сразу же там «NA», то есть нет результата, он не тестировался. А теперь самая интересная часть. Примеры отчетов с разных, вообще-вообще с разных проектов. Начнем мы с хендмейт-отчетика. Был создан пару лет назад, тестировал в основном веб. Давайте посмотрим, насколько такой отчет удовлетворяет всем требованиям для отчетов, что в нем есть, чего в нем нету, как его можно было бы улучшить. Тест-сьюты слева. Красиво группируются, плюсики, минусики. Общие есть иконочки, зелененькие, красненькие, пас или фейл. Есть общее состояние, когда он там начался, закончился, он 15,5 часов шел, на какой машине выполнялся. Есть ссылка на хост-файл, это было тестирование веба, и настройка и конфиг-системы, был все в локальном хост-файле, там было очень много разных тестовых серверов, и если тесты выполнялись не на тот сервер, на который надо, то это значит все плохо. Можно было проверить, на каком конкретном машине, на какую конкретно сервере выполнялись тесты, просто открыв этот тест-файл, хост-файл. Есть общее количество пассов и файлов, но на самом деле там 907, тут не влезла одна циферка. Такая себе какая-то большая-большая табличка с тест-сьютами, какими-то результатами, таймеры для каждого тест-сьюта, таймеры для какой-то конкретной странички или для какого-то конкретного сценария. То есть на вот таком вот сайте хомпейдж открывался в среднем за 5,6 секунды. Ну, иногда полезно, иногда не полезно. Чего в нем… А, это общий overview вид, а теперь более детализированный вид одного тест-кейса. То есть мы смотрим на тест-кейс вот этот вот. У него тоже есть свой start and time, вот он шел 4 минуты. Вот у него есть там register checkout user какой-то, user email, пароль. Вот он заполнил какие-то детали и скриншотик. Чего сразу же видно, что не хватает. Какие именно детали он заполнил. То есть он… Correct data – это, конечно, красивое слово, но непонятно, какую именно он там биллинг детали заполнил. Тем более, это биллинг детали. Кроме того, общий вес вот этого вот одного отчётика занимает там на один запуск 400 или 500 мегабайт. То есть складировать результаты там на полгода вперёд, ну или на полгода назад уже не получится. Сильно он большой, тяжеловесный. Ну и, честно говоря, не такой уж он и красивый. То есть можно было бы его намного улучшить, сделать более… И нет в нём овервью нормального. То есть общей статистики, вот сколько конкретно тест-кейсов прошло или сколько конкретно профейлилось. И нет в него какой-то там сумморизации по фейлам. Ну ничего, бывает. Это было давно. Посмотрим что-нибудь получше. Report ng. Report ng – это плагин для тест-нг, который умеет генерировать HTML-отчеты. Дефолтный, ну причём самый-самый сэмплный репорт выглядит вот так. Ну причём, когда писался первый HTML-отчёт, Report ng ещё не существовало. Вот так вот они попали по дизайну один в один. То есть тоже с левой стороны тест-сьюты, только там они были выпадающие, коллапсы и так дальше. А тут они с ссылочками, тоже с зелёненькими или красненькими галочками. И уже есть большое красивое овервью. Вот тест-сьют, вот сколько в нём пасит, скипит, фейлит и так дальше. Вот второй тест-сьют, вот сколько в нём скипит, ну или там вторые тест-сьюты, сколько в нём всякого скипит, фейлит. В чём проблема такого отчёта? Это овервью, а вот это детализировано, если посмотреть на какой-то там один тест-сьют. Он по умолчанию, Report ng заточен под юнит-тесты. То есть если вообще ничего не делать, то скриншотов в нём нету. Ну что в принципе для веба очень плохо. Ну он конфигурируется, я сейчас дальше покажу, как он конфигурируется и что туда можно засунуть. Что хорошего в нём, ну уже есть овервью, он такой уже более симпатичный. Он очень highly customizable. Его можно настроить там CSS-ками, он просто будет выглядеть по-другому, а можно туда столько всего впихнуть, что будет вообще-вообще прелесть-прелесть. Пример тоже Report ng, но уже немножко усовершенствованный. То есть уже сверху есть такая общая summary информация, где, когда, что выполнялось. Слева так же самое тест-сьюты, но они уже поделены по группам, по браузерам. И с какой-то статистикой, кто, сколько выполнялся. Ну это почти что не отличается. А детали, вот это вот один тест-кейс, вот один тест-кейс, вот степы, один, два. Ну снизу степы там один, два, три, четыре, пять, шесть. Я понимаю, что вам плохо видно, но такие скриншоты невозможно нормально показать на проекторе. Детали по степам, какие урлы, какие логины, пароли. Скриншот последнего степа. То есть после того, как тест-кейс выполнился, обязательно будет один скриншот. А если будет фейлер, он будет здесь же, в стек-трейс с деталями этого фейлора. Можно так же само настроить сюда, приотачивать разные ссылочки, например, на видео, если оно записывается во время выполнения теста. И тогда анализ вот такого вот теста, ну или анализ фейлора, если он такой случится, уже будет намного проще, намного легче. Как правильно это произносить? Это я... Сусидец. Ну, как? Ну я тоже его называю фукедит, а для иностранных партнеров я его называл так неправильно чуть-чуть. Вот. Ну в принципе уже было сказано про этот тул, точнее фреймворк. Очень хороший, очень классный. Вот так у нас выглядят summary отчетик. То есть уже есть какая-то диаграммка, так же самое summary, story и так дальше, так дальше. Ну, симпатично, nice. Главный плюс, ничего не надо кастомазить. То есть вот ты с коробки берешь тул или фреймворк, пользуешься, и вот оно сразу же вот такое красивое. Детали одного тест-кейса. Ну я специально взял failed test-кейс, когда вот там на failed есть, что мы делали, с каким параметром, и здесь снизу еще есть error message, какой expect, это какой actual. И никаких ручных действий, это все из коробки. Просто идти нормально по этому. Да, слушай. Правильно я понял, что он из коробки не делался хорошо? Да. Единственная большая проблема его, ну как, для меня это была проблема, только вот недавно решил. Если мы делаем проверки, мы делаем проверки ассертами. Ассерт, когда падает, он дальше уже ничего не выполняет. Нету там verify. Вот так. Нету, фу, идите, verify. Пока. Его надо взламывать там, ну как, не то, чтобы взламывать, а просто нормально влазить. Да, но тогда совсем ничего не понятно. Ну то есть, если у вас, это хорошо, если степа 3 или степа 4, а если степов 15, а если 25, и в конце будет там 4 фейлора. Ну и пойми, к какому именно степу оно дошло. Ну я уже нашел, как его правильно вставить фейлер в серединку, и потом дальше продолжить выполнение. Чего не хватает в этом отчете? Не хватает группировки по фейлерам, например. Ну, действительно классная штука. Да, слушай. Можно группировать, а можно теги использовать? Ну, конечно. Тут можно связывать, вот на issues'ы можно связывать, можно теги, можно фичи. Это все классно. Ну, а, да, кстати, предыдущих их не было. Ну, в report ng тоже можно, потому что в test ng можно. В fuqedit можно теги. Ну, не хватает, например, вот группировки по фейлерам. Так же самое не хватает… Что там не хватает у нас? А, общее состояние. Ну, на какой системе выполнялось, это все надо как-то вручную добавлять, если вы хотите знать, на какой системе выполнялись тесты. По умолчанию даже он не пишет, на каком браузере он это выполняет. То есть это надо действительно… Вот пару раз там позапускал, позапускал, первый раз дошел до проблемы, стоп, это Firefox или Chrome? По скриншоту посмотрел, ну, вроде бы Firefox. Открыл второй раз, скажешь, а не, вроде как Chrome. Они похожи очень просто. Ну, на самом-то деле, он Firefox берет полный скрин, даже видимый и невидимый, а Chrome только видимую часть. Ну, вот это хромовские, потому что вот эта вот половинка серого, это то, что должно было бы быть в страничке, но оно не попало в страничку, потому что видимая область только вот такая маленькая. Было бы полезно, если бы такую информацию можно было бы как-то так спокойно и непринужденно добавлять в отчет. Еще одна проблема, всякие там аттачменты или там еще что-то. Ну, он классный, чем его большой плюс? Он компактный, ничего не надо создавать, но чуть-чуть не хватает, капельку. Теперь посмотрим на принципиально другой пример. То есть все перед этим это было так, типа а-ля веб, а-ля не веб, ну, так. RunnerX это tool, или даже не tool, это, наверное, уже можно назвать инструмент для тестирования и веба, и десктопа. В себе он содержит сразу же тоже свой репортинг. Очень, кстати, неплохой, и мне он понравился в свое время. Вот как будет выглядеть overview одного тест-сьюта. Сверху у нас есть имя тест-сьюта, где он выполнялся, какая там версия, ну, это все кастомайзовало, можно обсудить все, что хочешь. Такая вот небольшая секция, это уже там system property с конкретно машиной, где он выполнялся. Ну, диаграммка, это уже стандартно. Уже есть фильтры по результатам. Можно посмотреть только pass it или только fail it. Кроме того, для каждого тест-сьюта есть свой набор каких-то параметров. Где конкретно был application, который мы тестировали, как мы логинились, где config файл, ну, и там так дальше, так дальше. И уже дальше пошли тест-кейсы. Вот как будет выглядеть один тест-кейс. То есть для каждого тест-кейса тоже уже есть фильтр на результаты. То есть мы хотим смотреть и дебаг, и инфу, или только там какие-то одни. Каждый степ, ну, тут такие более-менее прозаичные степы, ничего интересного. Скриншоты. Ну, они, конечно, кликабл, он увеличивается на большой, и так дальше, и так дальше. Большой плюс в desktop application он берет скриншот только той области, которую действительно интересует, только той формочкой. То есть не всего 1900 на 1200 экрана, и не всей там HTML-страничке, которая дальше может идти вниз-вниз, много-много, а только той области, которая интересует. И за счет этого репорты очень маленькие. А какой минус? Вот scalability — это минус франорексия. У него один тест-сьют, это один отчет. Если надо 20 тест-сьютов, это 20 разных папок в каждый свой тест-сьют, в каждый свой набор скриншотов. Конечно, можно поиграться, его можно запаковать весь в свой формат, он называется RixZip, или как-то так, я уже забыл, RixLog. Когда он на самом-то деле все зипует, это будет один файлик, но он тоже будет большой, громадный. А так очень даже симпатично, очень классно. Еще он стоит все результаты в XML-формате. То есть если надо поверх RanaRex построить summary-отчет, не так, что очень тривиально, но делается без проблем. Еще один какой-то там джобик, который пройдет по всем тест-сьютам, по всем XML-кам, соберет результаты и построит Excel-ку. Будет summary-overview. Это то, чего не хватает в RanaRex. Ну и еще один тул, который уже упоминался сегодня, Allure. К сожалению, этого тула не было год назад. Ну два года назад точно не было, я не помню, когда он появился. Почему к сожалению? Ну потому что он классный, в нем очень много всего есть. Вот как будет выглядеть его overview. Что сразу же бросается в глаза? Группировка по фейлорам. То есть вот у нас было 30 assertion-error, когда ожидали 9, что 9 будет меньше, чем 8. Вот так. То есть было 30 разных тест-кейсов, и все 30 из них упали с одинаковой причиной. И в итоге нам не важно, ну всего было там 70 с лишним тест-кейсов, 70 с лишним фейлоров, а уникальных 1, 2, 3, 4, 5. Все. То есть надо максимум открыть 5 багов или написать 5 писем разным программистам, скажи, ты посмотри вот это, ты посмотри вот это, ты посмотри вот это. Все. Все остальное – это все дубликаты. Кроме того, очень прелесть. Ну, давайте сначала overview. Когда запустился, когда остановился, где там работал, такое, ничего совсем интересного. Ну, точнее, ничего интересного, потому что все это везде есть. Вот это уже более такое симпатичное overview, если мы посмотрим, какие именно тесты упали именно с этим assertion. Вот полный список тест-кейсов. Овервью с тест-сьютами. Вот список тест-сьютов. Фильтры по результатам для каждого тест-сьюта. Сколько было конкретно результатов в каком-то определенном тест-сьюте. Если на него кликнуть, будет более дитеризированная информация на одного тест-сьюта. Имя, description, все, тоже можно всякие там теги вешать и интеграция с Jira и работает прекрасно. И дальше уже пошли тест-кейсы в конкретном тест-сьюте. Если кликнуть еще раз на тест-кейсы, вот детали одного тест-кейса. С именем, тоже может быть ссылочка на Jira, и там разные степы. И вот там, например, JPEG или там TXT можно приотачить. И еще что-нибудь можно приотачить. Главное желание. Если кликнуть на картинку, открывается сомнейл картинки. Если потом еще раз кликнуть на этот сомнейл, открывается в полный размер. Ну, он такой весь гибкий-гибкий, быстренький-быстренький, такой все, с анимацией туда-сюда, показал, спрятал. Ну, вообще классный. Что еще? Прелесть. Nice charts. Когда открываешь, это все динамически загружается, показывает, сколько пассов, сколько фейлов, сколько каждый тест-кейс времени занимал. Ну, точнее, вот сколько тест-кейсов, сколько времени занимали. И там по-разному все верите им и разбивают. Здесь еще есть там таймлайн. Ну, то есть, его надо брать и действительно разбираться в деталях, что именно предлагает Allure. но работает по всем наборам характеристики, по всем наборам требований, которые я озвучивал. Он больше или ближе всех подходит именно к такому. Есть только один, я бы сказал, небольшой минус. Вот в таком вот виде просмотра нету сабнейла картинок, потому что если у нас долгие сценарии, он рассчитан на такие, на коротенькие сценарии. Если долгий сценарий, ты хочешь вот так глазами идти, 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 оп, и увидеть хоть какую-то картинку, что там происходило и все дальше проскроллить вниз. Ну, вполне возможно, что это фиксабл, потому что Allure до сих пор, ну, он не до сих пор, он просто в активном девелопе, где там каждый день есть какие-то новые коммиты на GitHub. Если у вас уже есть какие-то свои отчеты, подумайте, не хотите ли вы их улучшить. Вот список таких самых банальных улучшений, которые можно туда сделать. Тест статусы. Подумайте, какие у вас статусы. Только пас и фейл. Если только этих два, значит, точно мало, надо больше. В Fook и Didi есть пять, кажется, статусов, но там очень классно разделили фейлер и эррор. Фейлер – это тоже там, где тест-кейс выполнил свою проверку, и эта проверка не прошла. А эррор – это там, где тест-кейс не смог ничего выполнить, он упал по какой-то другой причине. В Allure эту проблему обыграли более правильно, я бы сказал, он просто термин какой-то более такой звучный. Там есть фейлер, а есть broken. broken тест-кейс – это тест-кейс, который не дошел до конца, и мы не можем сказать, он пас, ну, точнее, мы точно знаем, что он не пас, там уже что-то не так, но мы не можем сказать, что это фейлер. Это надо разбираться, может быть, там, вот те вот фолс-фейлеры, какая-то одна из трех причин фолс-фейлеров сработала, и именно потому он не пас. Input Data. Не забывайте Input Data включать в отчеты. Если у вас Input Data, это не просто там значение какое-то одно, а весь файлик, да приоттащи весь этот файлик, пускай себе валяется. Сегодня этот файл один, через две недели этот файл другой. Сегодня оно не работает, потом оно работает, и будете разбираться, почему оно вдруг стало работать. Тем более, вот самая мистика, когда там тест не работал, не работал, не работал, никто ничего не менял, оп, начал работать. Special режимы. Классно, когда запускается все одинаково, отчеты выглядят одинаково, если на них смотрите, это все классно. Но иногда надо, например, заказчику говорить, так, мы запускаем теперь в acceptance режиме, я хочу видеть доказательства, что каждый шаг был выполнен именно так, как он должен был выполнен. Для этого мне нужен скриншот после каждого шага. И не интересует на размер, мне это надо один раз в месяц. Подумайте, надо ли вам такое, или может быть, вам такое будет нужно через месяц или через два. Подумайте, какой-то там конфиг, флажочек, чтобы после каждого шага сделать скриншот. Или, например, у вас может быть одно и то же самое рабочее место и для дебага тестов, и для запуска там на всю ночь. Введите режим дебаг, когда будет поменьше всего сохраняться, или оно будет перезаписываться. То, что вам, если вы сегодня дебажились, вам вчерашние дебаг результаты не нужны. А если вы запускали на всю ночь, то вчерашние ночные результаты тоже могут быть нужны, чтобы они там не перетерялись, эти результаты. Ресурс утилизейшн. В конце каждого тест-кейса, в одном из моих проектов мы сделали классную штуку, в конце каждого тест-кейса лагировали на уровне дебаг, так чтобы его не было видно по умолчанию, сколько конкретно памяти используют приложения, которые тестируются. Это было доступное приложение. Казалось бы, это очень легко сделать, взял, доступился, достал по экзешнику, сколько памяти используется. Когда мы это ввели, когда был тест-кейс, автомейшн его пропустил, сказал, все, пас, а на продакшене оно упало. Почему упало? Достали логи, тут все прошло, там должен был создаться такой сложный объектик, вот есть скриншот с созданным объектом. Действительно, работает. Вручную тестировщики начали проверять, один раз флоу проходит, если его повторно пытаться повторить, падает, не хватает памяти. Где-то там был большущий беморелик, и он там 600 мегабайт использовал памяти вместо там положенных сотни. Мы на это дело навесили еще одну проверочку, поставили флажочек, что если там больше памяти, чем 300 мегабайт, тогда пускай будет фарнинг результат, а если больше, чем 500 мегабайт, тогда уже фейлов. И независимо от того, что функциональность работает, этот тест-кейс фейлит тест-кейс, потому что наш аппликейшн использует чересчур много памяти. Known bugs during test run. Если один раз тест-кейс прошел, открыли баг, все хорошо, эта бага еще не по фикшену, она не в высоком приоритете, он потом через неделю вы запустите еще раз, он еще раз зафейлится. И если это один и тот же самый человек запускает и анализирует отчеты, все классно. Но если это разные люди, надо идти смотреть, искать, а уже был открыт такой баг, или еще не было такого бага. Вот FookEdit, Allure позволяют прямо в тест-кейс захоткодить список issues, которые связаны с этим тест-кейсом. Это может быть сам тест-кейс, если он у нас скомпируется в джире, или это может быть бага, который открыт на этот тест-кейс. И тогда первым делом при анализе отчета надо открыть, посмотреть, что это за ссылочка. А, вот, неделю назад уже кто-то открывал. Все просто то же самое, не фиксит баг. И еще одна классная штука, полуавтоматическое создание отчета про проблему, про ошибку, про дефект. Каждый раз, когда что-то не работает, надо собрать степс to reproduce, приатачить скриншот, выписать конкретно какая версия, какой environment, ну, где это все не работает. Потом полезть в джиру, это все джиру скопипасить или просто всунуть. Ну, вставить, написать и так дальше, так дальше. Каждый раз, когда автоматизатор с джирой, ну, на одном из наших проектов, он работал так себе, раз в неделю он заводил время на то, чтобы проходить по багам, которые связаны с автомейшоном, а баги на сам аппликейшн заводил редко. И каждый раз вот это завести багу, это требовалось, не знаю, ну, минут 20, чтобы разобраться, где там какие поля мандатори, какие не мандатори и так дальше, и так дальше. В конце концов, взяли и написали, если в аппликейшн случается anheled exception с такой окошечко, это точно бага. Ну, точнее, точно надо открывать багу в джире, потому как, ну, такого не должно быть, независимо от данных, даже если я ввел какую-то чепуху, такого быть не должно. Изгенерировали док-файл, виндовский, ну, вордовский док-файл со всеми деталями по инвайрменту, по степам, со скриншотом, потом надо открыть баг, копипаст с дока, вставил, ну, скриншот еще раз отдельный копипаст, или прямо вордовский файл приоттачил, а там пускай еще разбирается, сохраняет время, действительно сохраняет время каждый раз, когда нужно открывать багу. О! Ну, то все были такие, мелкие импровменты, теперь более глобально. Подумайте еще раз, кто и когда читает ваши отчеты, какая у вас аудитория, или там, целевая аудитория этих читателей, какие главные цели в этого отчета. Если его надо разбить на две части, возьмите, да разбейте его на две части. Менеджеру посылайте одну, всем остальным другую. Если можно это все объединить в одну, так, чтобы не пострадало качество, ну объединяйте. И подумайте еще раз, где вы тратите больше всего личного времени, или где больше всего времени вообще тратится. Если больше всего времени тратится на то, чтобы найти, ага, это дубликат уже был, ага, это дубликат уже был, и так сто раз для одного отчета, попробуйте как-нибудь вдалить вот это вот объединение по одинаковым assertion, или там, по одинаковому error message. Действительно сохранить ваше личное время. В принципе, это все? А, нет, не все. Вот список всяких референсов, которые использовались. Ну здесь есть и report ng, и fukedit, и runnerx, и вот allure, то же самое. На этом все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. Пожалуйста. Вы сохраняли в отчетах скриншоты даже для позитивно прошедших кейсов. Да. С чем это? Какой в этом смысл? Если вот тот вот кейс, когда добавили resource utilization, automation сказал pass, объект сложный создался, а потом он на продакшене через два дня упал, приходит к автоматизатору директор, тестирование, или неважно, какой директор уже приходит, говорит, автоматизация сказала, что здесь был пас. Заказчики говорят, что это не работает. Кто-то из вас двоих дурак. И у директора будет больше стимул подумать в первую очередь на вас, чем на своих заказчиков. И в таком случае автоматизатору полезно на больших таких непонятных экранах сохранить пруф того, что он действительно прошелся. Ну, допустим, там есть бага, он увидит это на скриншоте, тест же все равно ее не нашел. Ну, тогда это проблема автоматизатора. То есть, получается, что когда тест-сюд закончился, надо еще просмотреть все скриншоты? Не, не обязательно. Если есть отдельные проверки, которые должны были проверить на наличие чего-то там или отсутствие чего-то там, они должны это проверять. Очень часто бывает так, что каких-то проверок не хватает. То есть, мы проверили, что там NewObject ID создался, что он есть на экране, ну вот и все. А то, что там еще что-то рядышком появилось или не появилось, мы не проверяли. В таком случае, для того, чтобы, если это долгий флоу, его там задебажить надо, потратить еще полчаса, чтобы создать, намного быстрее открыть скриншот и увидеть, вот так оно реально было, когда запускались тесты. А вот тут, вот, а как оно должно быть? Тем более, что не все же помнят там наизусть все скриншоты или там все скрины, как они должны правильно выглядеть, тем более, если это большая система. А вот тот самый-самый первый HTML-отчет, который занимал 400 мегабайт, вот сейчас он сколько занимает? Ну, учитывая, что вы сохраняете все равно скриншоты позитивных кейсов. 400 мегабайт. Столько же занимает? Окей, спасибо. Он никуда не делся. Ну, поймите, это тоже был большой отчет, то есть он шел 15 часов, и на большом экране, 1900 и так дальше, так дальше, он почти каждую страницу он сохранял. Ну, нам было не жалко сильно, мегабайт свободного пространства, то есть мы хранили просто историю не за полгода, или не за год, мы хранили историю за месяц, удаляли потом старое. Можно вопрос, а вы продавали автоматизацию заказчикам? Ну, не совсем продавали. Я имею в виду в том смысле, что вот, например, заказчик пришел, увидит, какие у вас там классные отчеты постараются после прохода определенного билда автоматизации. Если в таком контексте туда продавали? Окей, спасибо. Пожалуйста. Ну, и причем вот эта вот строчка с ресурс-утилизейшеном, ну, заказчики были просто хэппи, когда вот это видели, особенно, когда там все пас, ты включаешь галочку дебаг, говоришь, вот видите, тут последнее сообщение, а мы, кстати, еще и проверяем, сколько памяти используют приложения, хоть вы об этом нас не просите, а мы проверяем бесплатно в автомейшене. Еще вопросы? Ну что ж, тогда всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...